Завершая сугубо языковую часть нашего курса, необходимо остановиться на вопросе о том, как в языке C++ обрабатываются исключения. Однако, прежде чем перейти к нюансам синтексиса, следует разобраться в том, что же такое исключительная ситуация. Существуют два достаточно антагонистичных подхода к пониманию исключения. Согласно одной точке зрения, которую можно назвать школой, исключение – это ситуация, которая близка по своим последствиям к краху программы. То, что требует специальных усилий, позволяющих хотя бы частично восстановить работоспособность системы, вытащить ее из сложившейся ситуации и вернуть работу в нормальное русло. В таком случае исключениями следует считать такие проблемы, как доступ к несуществующему элементу контейнера, деление на ноль, сбой в доступе к физическому устройству и так далее. Согласно второй школе и второй точке зрения, исключение – это любая ситуация, которая требует, в соответствии с логикой ее обработки, некого нелинейного дальнего перехода, то есть передачей управления в удаленную точку программы. Действительно, механизм объектов исключений, порядок их генерации и обработки в языке C++ очень удобен для того, чтобы отдельные части программы могли коммуницировать между собой таким образом. В то же время мы остаемся сторонниками первой, более ортодоксальной точки зрения, согласно которой исключение – это действительно ошибка. Причем ошибка фатальная, ошибка, требующая обработки не в той части программы, в которой она возникла. Следуя именно этой точке зрения, мы и будем говорить об исключениях далее в нашем курсе. Пока же заметим, что согласно принятому в C++ подходу, обработка исключений носит в нашем языке программирование невозвратный характер. Иными словами, передав управление из той части программы, где исключение возникло, или, как говорят, было возбуждено, в ту точку программы, где оно может быть обработано, мы никогда не получим обратной передачи управления. В качестве средства транспорта информацией о возникшей проблеме при таком нелинейном подходе к передаче управления из точки возникновения исключения в точку его обработки служат специальные объекты, которые называются объектами-исключениями. В большинстве случаев объекты исключения являются экземплярами специальных классов исключений, как входящих в библиотеку STD, так и разрабатываемых нами самостоятельно. В то же время, и данный слайд подчеркивает это соображение, иногда в качестве объектов-исключений могут выступать экземпляры или, можно даже сказать, переменные вполне рядовых типов, известных нам, в том числе еще по языку C. Данный слайд иллюстрирует, каким образом мы можем задействовать как объект-исключение стандартную каноническую строку перечисления, либо объект соответствующего класса. Заметим, что синтаксическим средством, позволяющим создать такой специальный объект-исключение, специальность которого выражается в особом подходе к определению его времени жизни, является оператор throw. Генерация или выброс объектов-исключений при помощи оператора throw осуществляется в так называемых защищенных или контролируемых блоках программы. Защищенный или контролируемый блок обозначается в исходном коде ключевым словом try. Парой к этим защищенным блокам выступают блоки обработки исключений или блоки-обработчики, которые начинаются ключевым словом catch. Немногим известно, что защищенные блоки могут не только внедряться внутрь тела функции, как самостоятельного блока программы, но и полностью охватывать такую функцию. Причем это правило распространяется как на главную функцию main, так и, внимание, на конструкторы классов. Для конструкторов классов это особенно важно, поскольку исключения могут возникать при их исполнении не только на фазе вычислений, то есть в теле, но и на фазе инициализации, или при обработке списка инициализации. Визуально функциональный контролируемый блок можно отличить от обычного защищенного или контролируемого блока по тому, где находится слово try, а где располагается комплект внешних объемлющих фигурных скобок. Впрочем, независимо от того, является контролируемый блок функциональным или же нет, то есть является лишь частью функции, особое внимание следует уделить тому, в каком порядке размещены блоки обработки catch. Основное правило, которое следует учитывать при взаимном расположении таких блоков, следовать от частного к общему. Движение от частного к общему позволяет сначала предпринять попытку обработки более специфических ситуаций исключения и лишь затем, в случае невозможности такой обработки, например, по причине отсутствия соответствующего блока, переходить к более общим родовым ошибкам. Сопоставление объекта исключения и блока catch происходит в соответствии с типом первого и второго участника. При этом во внимание принимаются возможности неявных преобразований типов. Это расширяет возможности обработки исключений и делает программный код более надежным. Если же найти соответствующий блок обработчик среди приведенных в данной функции, где и произошла генерация исключения, не удается, то поиск продолжается в вызвавшей функции. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная функция программы или, говоря иными словами, главная функция процесса. При достижении главной функции процесса и отсутствии необходимого обработчика даже в ней предпринимаются специальные меры, связанные с аварийным завершением данного процесса. Однако такое происходит далеко не всегда. Чаще всего обработчик обнаруживается. Однако это требует выполнения достаточно дорогостоящей операции по раскрутке стека. Операция раскрутки стека связана с автоматическим уничтожением всех переменных, имевших автоматическую же область видимости и время жизни. Покидая соответствующие области видимости, мы тем самым вызываем деструкторы для соответствующих экземпляров. На этой строгой гарантии, среди прочего, построено использование уже известной нам идиомы объектно-ориентированного программирования РАИ. В том случае, если эта идиома могла бы по каким-то причинам не выполняться, и строгой гарантии вызова деструкторов автоматических экземпляров классов не существовало бы в языке, мы не могли бы полагаться на механизм деструкторов в качестве надежного инструмента, не допускающего потерю ресурсов и, среди прочего, утечки оперативной памяти. Почему же, говоря о таких удобных инструментах, мы называем их дорогостоящими? Ответ на этот вопрос достаточно прост и кроется в прописной истине, гласящей о том, что все познается в сравнении. В сравнении с другими механизмами сигнализации о возникновении ошибок и прерывании исполнения функций и методов классов, механизм, построенный на исключениях, действительно отличается более низкой производительностью. Именно по этой причине в отдельных соглашениях о кодировании применение таких способов сигнализации об ошибках как исключение не приветствуется или категорически запрещается. Альтернативой механизму исключений даже в языке C++, который является мультипарадигмальным языком и в первую очередь языком объектно-ориентированного в программировании, по-прежнему могут оставаться флаги ошибок, которые возвращаются функциями или методами классов как значение, например, целого типа. Поддержка механизмов обработки исключений в языке C++, как и в других подобных языках, отличается лаконичностью. Однако это не мешает нам обратить внимание на две языковых конструкции, которые могут помочь в решении некоторых специальных задач, возникающих при обработке таких ситуаций. Первая конструкция связана с повторным выбросом уже обработанного исключения. Эта конструкция используется только внутри блоков обработчиков, то есть catch-блоков, и имеет вид ключевого слова throw без каких-либо параметров. Заметим, что ситуации, при которых уже обработанное исключение нужно выбросить еще раз, вовсе не так редки, как может показаться на первый взгляд. Ярким примером, иллюстрирующим подобную ситуацию, может стать создание системы с слоистой архитектурой или слоистой организацией. В том случае, если в составе нашей программной системы явно выражены и существуют слои для работы с базой данных, с основной логикой и слой представления, одна и та же ситуация может по-разному представляться в каждом из соответствующих слоев. К примеру, ошибка, обусловленная недоступностью источника данных, может быть журнализирована и фиксироваться при ее возникновении в системном логе. Также ее наступление может каким-то образом влиять на ход основных вычислений, но и в случае необходимости о ней можно сообщить пользователю. Понятно, что одно и то же исключение чисто технически невозможно обработать несколько раз. Однако, для того, чтобы каждый слой был проинформирован и по-своему отреагировал на ошибку, необходимо продублировать объект, который выступает средством передачи информации от слоя к слою. В этом случае более простой, компактной и наглядной конструкции, чем конструкция throw.запятой, представить попросту невозможно. Вторая конструкция, которая связана с обработкой исключений и которую мы хотели бы представить вниманию наших зрителей, это так называемый универсальный обработчик исключений, который способен принять и обслужить любой объект, являющийся носителем информации о возникшем исключении. Синтаксис этого обработчика очень напоминает функцию с неопределенным составом параметров. В самом деле, многим новичкам, ранее не сталкивавшимся с техникой обработки исключений, блоки catch, и это совершенно правомерно, напоминают заголовки функций. В качестве имени такой своеобразной функции выступает само ключевое слово catch, а в качестве формального параметра, который передается на ее своеобразный вход, выступает объект исключения, ссылка или указатель на него. Так вот, в приведенном примере мы утверждаем, что готовы принять на вход любой фактический объект, который является исключением. Памятуя о правиле от частного к общему, нетрудно понять, что такой универсальный объект или блок обработки должен находиться последним в любом списке блоков обработчиков исключений, независимо от их конкретного состава. Если универсальный обработчик окажется в этом списке не последним, то следующие за ним по исходному коду блоки окажутся недоступны. Об их недоступности нас, скорее всего, проинформирует компилятор. Однако, с технической точки зрения, этот код будет попросту мертвым. Причина, по которой в нашем курсе мы уделяем столь пристальное внимание вопросам безопасного программирования, очень проста и заключается в том, что безопасность – это один из структурных атрибутов или показателей качества программного обеспечения. Заметим, что в данном курсе мы не рассматриваем вопросов, связанных с защищенностью от несанкционированного доступа, а так или иные аспекты информационной безопасности. Для нас безопасный исходный код – это надежная, отказоустойчивая программная система. Безопасности как одному из краеугольных камней в фундаменте качественного и надежного программного обеспечения посвящено несколько международных стандартов, ряд из которых представлен на нашем слайде. В то же время необходимо заметить, что изучение и даже знание этих стандартов позволяет говорить только об основных принципах и о том, как эта проблематика рассматривается на самом верхнем уровне. Неименьшее, а пожалуй даже большее значение имеет скрупулезная ежедневная работа, связанная с соблюдением и поддержанием качества программного продукта на уровне следования тем или иным практикам архитектуры и написания исходного кода. Многие из этих практик закреплены как соглашения о кодировании. Конечно, многие такие соглашения или стандарты кодирования уникальны. Свои собственные стандарты кодирования имеют многие команды, организации, которые часто к тому же адаптируют их под конкретный проект. Однако, конечная цель создания таких документов, а главное следование им, в общем-то одна и та же. Она связана с тем, как минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций, появления коллизий, проявления неопределенного поведения программы, к примеру, обусловленного таким поведением со стороны системных функций и так далее. Среди прочих вопросов, которые безусловно должны затрагиваться такими стандартами кодирования, вопросы безопасности, в том числе вопросы работы с классами-исключениями. Одной из специфических техник, которую необходимо упомянуть в контексте нашего видеокурса, это техника спецификации, исключений, которые могут генерироваться теми или иными методами классов. Другими словами, вопросы безопасности методов и вопросы безопасности самих классов, как микроархитектурных элементов программной системы. Поговорим об этом подробнее. Поднимая вопрос спецификации исключений, необходимо сразу отметить, что речь пойдет о своеобразном контракте. В самом деле, спецификация исключений на уровне метода – это обещание того, что данный метод будет выбрасывать только исключения вполне определенных типов. Эти типы указываются в расширенной сигнатуре метода и образуют закрытое множество. В том случае, если метод по какой-либо причине выбросит исключение, не указанное в этом списке, или, иначе говоря, не специфицированное исключение, это будет нарушением ранее данного обещания, которое приведет к более чем плачевным последствиям. Разумеется, каждый отдельно взятый метод может генерировать исключения, выходящие за пределы соответствующего списка. Однако, генерируя эти исключения, он должен их самостоятельно и обработать. Другими словами, техника спецификации исключений позволяет рассматривать методы классов как своеобразные черные ящики, работа которых подчинена заранее достигнутым договоренностям. Суть этих договоренностей не формировать и не демонстрировать исключения тех видов, которые не были названы в расширенной сигнатуре метода заранее. Разумеется, для того, чтобы быть полностью безопасным, в буквальном смысле этого слова, метод класса не должен генерировать вообще никаких исключений, или, по крайней мере, не показывать этого внешним заинтересованным сторонам. Такие методы при всей кажущейся строгости этого условия встречаются не только среди обычных методов в промышленных библиотеках, но и, что самое для нас важное, среди специальных методов, причем многих классов. В том случае, если каждый метод конкретного класса безопасен, то безопасен будет и сам класс. Безопасные классы, опять же, не так редки, как это может нам показаться. Примером абсолютно безопасного класса является стандартный класс исключения, который, будучи носителем информации о возникшей программе ошибки, сам по себе не становится источником новых ошибок в этой же программной системе. Переходя к рассмотрению практического примера того, как осуществляется спецификация исключений на уровне методов в исходном коде на языке C++, заметим, что характеристики безопасности методов наследуются, причем, что самое главное, могут только ужесточаться. Ключевым словом, которое вводит в перечень разрешенных для метода исключений, является уже известный нам глагол throw. Конструкция throw, которая сопровождается заключенным в круглые скобки исчерпывающим списком разрешенных для генерации исключений, может использоваться как в описании, так и в определении методов классов. Например, так, как это показано на текущем слайде. Обратите внимание на один из примеров, который представляет собой спецификацию исключений для функции или метода foo. Об этом методе мы знаем, что он не генерирует никаких исключений, либо все его исключения полностью обрабатываются внутри его тела. На это указывает комплект свободных, то есть пустых, круглых скобок. Конструкция throw плюс пустые круглые скобки характерна для полностью безопасных методов. Если каждый метод некоторого класса специфицирован именно таким образом, то мы можем вести речь о безопасном классе. Один из примеров такого класса ждет нас чуть позднее. А пока поговорим о безопасности специальных методов классов. Начнем с конструкторов. Конструктор любого класса – это один из самых активных и деятельных его методов. Он формирует начальное состояние экземпляра, для чего запрашивает, требует, выделяет ресурсы и действует самым различным образом. Понятно, что некоторые из таких операций могут завершаться неудачно. Однако разрабатывать конструкторы следует таким образом, чтобы минимизировать возможность распространения исключений за их пределы. Для того, чтобы сделать конструктор любого класса безопасным, необходимо предпринять ряд структурных мер. Первой структурной мерой будет погружение как тела конструктора, так и списка его инициализации в функциональный, защищенный или контролируемый блок. Напомним, что современная тенденция языка ведет нас к тому, что тело класса, тело конструктора класса, будет все компактнее и, в конце концов, сведется к комплекту пустых фигурных скобок. Основная работа ведется и будет вестись в списке инициализации. Именно там происходит начальное формирование многих атрибутов, именно там вызываются конструкторы базовых классов и ведется иная полезная работа. По этой причине игнорировать тот очевидный факт, что ошибки могут возникать и при обработке списка инициализации мы не можем. Второй структурной мерой, которая позволяет создавать безопасные конструкторы, является использование универсального обработчика исключений. Такая своеобразная ловушка выступает гарантом того, что ни один клиент нашего конструктора не узнает о возможных проблемах. Однако это ставит перед нами новые вызовы. Как, не информируя о возникающих ошибках, создать целостный, непротиворечивый, работоспособный экземпляр класса? Выходом из такой парадоксальной ситуации является, возможно, ленивая инициализация, которая дает возможность сконструировать минимально необходимый набор атрибутов, возможно, относительно безопасным образом. Если у конструкторов классов в принципе есть возможность выбрасывать исключения, и им это до определенной степени разрешено, то деструкторы классов должны всегда программироваться как абсолютно безопасные методы. Условно говоря, вслед за определением каждого деструктора в составе его расширенной сигнатуры можно было бы приписать такую конструкцию, как показано на нашем слайде. Такая строгость обусловлена тем, что деструкторы, среди прочего, принудительно вызываются в ходе раскрутки стека. Если в программе уже возникла особая ситуация и был сгенерирован объект исключения, то начинают принудительным образом выполняться деструкторы всех автоматических экземпляров соответствующих классов. Для того, чтобы само освобождение ресурсов оставалось безопасной операцией и не влекло по тем или иным причину лавинообразный рост количества необработанных исключений, деструкторы по принятому строгому соглашению должны оставаться безопасными. Впрочем, написать безопасный деструктор можно далеко не всегда. Проблема, с которой может столкнуться программист, состоит в том, что при освобождении ресурсов могут возникать исключения, и клиентская сторона программы захочет получить информацию о проблемах при освобождении ресурсов. Используя в качестве инструмента освобождения ресурсов и передачи их в пул свободных ресурсов процесса деструктор класса, это выполнить невозможно. Деструктор остается черным ящиком, который не сигнализирует о возникающих в нем проблемах. Для того, чтобы такая сигнализация оказалась возможной, из него необходимо изъять ту часть кода, которая будет связана с освобождением ресурсов и сигнализацией о возможных проблемах в ходе этого действия. Да, действие перестанет быть атомарным. Да, оно может не выполниться, поскольку на рядовые методы классов идиома РАИ не распространяется. Но эта возможность сигнализации клиентской стороне об ошибках является той ценой, которую мы платим за саму возможность коммуникации. От безопасности в описанном нами смысле следует отличать нейтральность кода. Понятие нейтрального кода особенно четко выражено в работах Эрбосаттера. По словам Эрбосаттера, нейтральный код это тот код, который педантично пропускает сквозь себя все исключения, которые могут возникнуть на соответствующей стороне этого кода. Нейтральный код, как правило, представляет собой промежуточный абстрактный слой, предоставляющий выше лежащему уровню тот или иной сервис за счет и благодаря эксплуатации ниже лежащего слоя. В качестве характерного примера того кода, которому, пожалуй, надлежит быть нейтральным, можно привести код любого класса контейнера. Контейнер должен передавать информацию о проблемах, возникающих при обработке отдельных его элементов, но не по его вине. Очевидно, что сам контейнер не должен становиться причиной каких-либо проблем. Однако, поскольку содержимое такого контейнера может быть, по сути, любым пользовательским классом, то разработчики класса контейнера не могут нести ответственность за то, что лежит вне зоны их компетенции. По этой причине, говоря о том, что элементами класса контейнера являются экземпляры некоего класса T, мы должны сказать о том, что все ошибки, возникающие на стороне методов класса T, должны бережно передаваться клиентской стороне. В качестве которой мы понимаем ту область программы, которая сама использует контейнер для хранения объектов этого типа T. Сравнивая понятие безопасности и нейтральности, можно прийти к довольно странному выводу. В самом деле, те классы, компоненты, подсистемы нашего продукта, которые допускают выход за свой периметр определенного набора ошибок и исключений, очевидно, не являются безопасными. Однако, то качество, которое мы ожидаем от них, вовсе не состоит в безопасности этих классов, компонентов или слоев в ранее описанном смысле. Получение детализированной информации о проблемах, возникших в нижележащих слоях архитектуры нашей системы, тоже может представлять для нас довольно большую ценность. Завершая свой разговор об исключениях в языке C++, мы не должны оставлять вне поля нашего зрения классы стандартной библиотеки, предназначенные для передачи информации о возникающих исключениях. Классы стандартной библиотеки являются тем транспортом, который здесь и сейчас используется многими системными функциями, а также операциями, которые представлены ключевыми словами, например, ключевым словом new. Однако классы библиотеки стд являются не единственной возможностью передавать информацию о возникающих исключениях. Ровно такими же способностями обладают экземпляры любых типов и любых классов, в том числе пользовательских, в том числе и пустых. В соответствии с логикой обработки исключений, которые основаны на последовательном рассмотрении блоков обработчиков catch, основное различительное значение, имеет информация о типе того объекта, в котором содержатся сведения о возникшей особой ситуации, ошибке или проблеме. Такой объект, будучи объектом исключения, имеет специфический период жизни, специфический порядок его создания и уничтожения. Характерной архитектурной особенностью всех классов исключений библиотеки стд является то, что они определяются как потомки единственного базового класса, класса std.exception. Класс стд.exception очень прост и представлен на нашем текущем слайде. Как видно из определения этого класса, он полностью безопасен. Все его методы определены как негенерирующие исключения, причина по которой на каждый метод класса exception наложены подобные ограничения, была рассмотрена нами немного ранее. Помимо предоставления гарантированно безопасной реализации ряда элементарных сервисов для своих потомков, класс std.exception играет еще одну важную объединяющую роль. Ссылка, указатель или объект именно этого класса могут быть указаны в заключительных секциях обработки исключений, если наша программная система строится на наших собственных, либо на стандартных потомках этого класса. Выбор в пользу наследования, либо отказа от наследования от класса exception, решение, которое принимаем мы, также должно быть полностью рациональным и основываться на том, усматриваем ли мы ценность в использовании данного класса как универсального родителя для своих и стандартных классов исключений. Говоря о стандартных классах-исключениях, необходимо выделить ряд категорий таких классов. В частности, на текущем слайде представлен ряд стандартных классов-исключений, относящихся к категории логические ошибки. Еще одна значимая категория таких косвенных потомков STD exception – ошибки времени исполнения. Наконец, потомками STD exception являются знаменитые исключения bad-alloc и bad-cast, возникающие при неудачном исполнении операций new и операций динамического приведения dynamic-cast, соответственно. Все вместе перечисленные прямые и косвенные потомки класса STD exception образуют большую картину, представленную на данном слайде и завершающий раздел нашего видеокурса, посвященный безопасному программированию на языке C++. Продолжение следует...